Космонавт-испытатель 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 полет, слетать в космос и вернуться, на орбите надо отработать, экспедиция длится полгода, каждый день на орбите расписан так же, как наша учеба на Земле, только еще плотнее, практически по минутам, время очень дорого стоит, и чтобы не тратить время на исправление ошибок каких-то, максимально возможное количество ситуаций надо отработать на Земле, чтобы вопросов в космосе было как можно меньше, не говоря уже о каких-то нештатных ситуациях, мы отрабатываем различные виды аварий, отказов и прочего, что может поставить под угрозу либо жизнь экипажа даже, либо работу станции. Знаете, вот что интересно, я, кстати, не встречал, по-моему, об этом нигде, пока еще ни в одном научно-популярном фильме о космосе, о жизни космонавтов на орбите. Если человек простыл, ну вот заболел ты, уже находясь в экспедиции, вот как тогда его день будет строиться? То есть ты все равно продолжаешь следовать по намеченной программе или... Я не слышал о таком, чтобы космонавт простыл, потому что есть несколько причин предотвратить это. Все, что можно исправить на Земле, делают на Земле. Прежде чем космонавт отправляется в космос, он проходит двухнедельный карантин. То есть космонавты, которые сейчас, вот в данный момент на Байконуре находится экипаж, который стартует в среду, в ночь со среды на четверг следующий, они две недели находятся в карантине, то есть они ходят, общаются с людьми, но на расстоянии, если здороваются только в перчатках. И в последние дни там карантин ужесточается. Для чего? Для того, чтобы если кто-то заразил, чтобы инкубационный период прошел, и было понятно, заразился человек или не заразился. Чтобы он не начал болеть уже в космосе. После того, как здоровые космонавты прилетают на станцию, заразиться там чем-то маловероятно, потому что атмосфера там обеззараживается. Можно сказать, что иммунитет на станции отдыхает, потому что там нет источников заражения никаких. Но на всякий случай, если вдруг на станцию придет какой-то источник заражения, ну кто-то может быть в грузовой корабль положит случайно, может быть какой-то зараженный человек работал с грузом, остались какие-то бактерии, иммунитет ослаблен, и космонавт заболел, простыл. Есть аптечка. Космонавты все проходят курс медицинской подготовки. Один из космонавтов сертифицируется как врач экипажа. То есть этому тоже учат, и если космонавт простудится, узнает, что делать. О том, будет ли он работать, насколько тяжелое это заболевание, это все решает группа медицинского контроля, которая постоянно работает в СУПе и постоянно следит за состоянием экипажа. Отдыхает-то, наверное, не только иммунитет, но, насколько я понимаю, еще и вся мускулатура. И вообще длительное пребывание в космосе, оно не очень хорошо сказывается на организме человека. Вы не боитесь, что, скажем, спустя полгода могут быть какие-то последствия для организма, для здоровья? У нас достаточно большой объем исследований по этому поводу. Богатый опыт полетов на пилотируемой станции, начиная с салютов, затем МИР, сейчас МКС. Мы примерно понимаем, как реагирует организм человека на невесомость. Мы постоянно работаем над средствами профилактики. Да, полет в космос – это сильный стресс для организма, но это факт, и все космонавты, которые летят в космос, они этот факт принимают. Они понимают, что здоровее после полета в космос они не станут точно. Но для того, чтобы сгладить, скажем так, последствия стресса, на станции есть определенные методы компенсации тоже невесомости. Это силовые нагружатели, беговая дорожка, другие приспособления. То есть над этим работают космонатами и дисмедиками, потому что если лететь дальше, Марса к Луне, то нам это все будет очень необходимо. Знаете, вот что еще интересно? Каждая профессия так или иначе накладывает на характер человека свой отпечаток. Вот можете ли вы сказать, что профессия космонавта как-то вас внутренне изменила? И как конкретно? Я думаю, да. Я думаю, да. Потому что, я не знаю, это ли профессия космонавта меня изменила, либо это просто жизненный опыт, который у нас у всех есть. Но со временем я понимаю, что многие вещи, которые бы я не брался реализовать до этого, я сейчас, мог бы сделать. По одной простой причине, что сам подход к профессии космонавта, он не приемлет сомнений. То есть если вы что-то решили сделать, если это действительно необходимо, если есть возможность, то это реализуемо, это можно сделать. И я могу сказать, что я не знаю, кто считал такую статистику, но я где-то встречал цифру, что 80% людей не начинают терпеть неудачу в каком-то деле, потому что они боятся потерпеть неудачу. Они даже не начинают. Хотя, возможно, большинство из них с успехом задачу бы решило и достигло бы заданной цели. Но они предположили, что, скорее всего, им это не удастся и отложили эту идею в сторону. Вот профессия космонавта, она дает понимание, что человек может даже больше, чем он мог бы подумать. Но после всех этих отборов, конечно, в себе потом тяжело сомневаться, мне кажется. Как думаете, вот когда полетите в космос, по каким вещам земным, скажем так, будете скучать больше всего? Я думаю, буду скучать по общению с близкими, родными людьми. Наверное, так. По опыту общения с коллегами, которые в космос летали, вернулись, времени скучать там нет. Там огромный объем работы, и ты постоянно занят. Время пролетает очень быстро. Но я думаю, за себя отвечу, что я, скорее всего, буду скучать по общению с близкими. Ну, вот знаете, сейчас один человек, да, есть такой очень популярный, очень известный, Илон Маск зовут. Есть такой. Он, в принципе, наверное, следует правильным путем, да, то есть он хочет сделать полеты в космос дешевле, сделать их доступными для всего человечества. Вот как думаете, эта идея вообще, она целесообразна? Нужно ли это? И произойдет ли такое? Будет ли космос когда-нибудь доступен вот так же, как полеты, скажем там, Москва-Владивосток? Ну, вы правильно, правильный пример привели. Посмотрите, кто летал сто лет назад. Не каждый мог полететь сто лет назад, только те, кто умел летать, те, кто мог построить самолет, по сути. То есть, может быть, это не единицы были, конечно, но очень немногие люди. Пассажирские перевозки, массовые пассажирские перевозки, безопасные пассажирские перевозки, они появились чуть позже. Сейчас летать могут все, от младенцев до пожилых людей по всему миру, даже за какие-то смешные деньги. То есть, в принципе, если люди хотят полететь в космос, если это им интересно, я думаю, возможность будет реализована эта. Когда она будет реализована? Я думаю, она будет реализована, когда создадут безопасные средства доставки людей в космос. Относительно дешевые средства. И чем массовее, чем более массовый будет, скажем так, чем более массовый будет космический туризм, тем дешевле будут перевозки. То есть, я думаю, это будет. Если спросить любого вокруг, хотел ли бы он слетать в космос, вот как турист посмотреть на Землю со стороны, я думаю, что все бы ответили да. Это значит, что люди действительно хотят слетать в космос. Надо дождаться момента, когда эта возможность будет реализована технически. Сергей Владимирович, ну и сейчас такой короткий блиц-опрос. Буквально вот 8 коротеньких вопросов задам. Вам нужно ответить либо однозначно да-нет, либо просто одним словом, предложением. Хорошо? Поехали. Самый главный страх космонавта? Не знаю, не думал об этом. Вы верите в гороскопы? Нет. Место на Земле, которое мечтаете посетить? Антарктида. Внеземные цивилизации существуют? Возможно. Кто был вашим любимым героем в детстве? Я не помню. В какой профессии, кроме космонавтики, могли бы себя реализовать? Я думаю, руководит какой-нибудь экспедиция. И последнее. Вы верите в Бога? Давайте я не буду отвечать на вопрос. Как скажете. Спасибо большое, что пришли. В нашей студии был космонавт-испытатель Сергей Куть-Сверчков. Наша студия открыта для всех. Если вам есть что рассказать, приходите к нам в телефон редакции 49-99-40. Продолжение следует...